Всем привет! Это декоративная косметичка с сентября 2018 года. И в этом видео я начну с показа ароматов, которые я чаще всего использовала в сентябре. Точнее, не чаще всего, а только именно их я использовала в сентябре. И первое, что я вам хочу показать, это аромат Фаберлик Рината. Очень удивил меня этот аромат, очень меня пленил и обворожил. Настолько, что я после того, как его получила, не пользовалась больше ничем. До тех пор, пока я перестала его ощущать на себе. И тогда я перешла на свой любимый из последних покупок, Шанель Шанц О'Вив. Но буквально на три дня. Потом я опять соскучилась по Ринате. И вот уже там третий или четвертый день пользуюсь снова Ринатой, снова ее ощущаю. Ну, это периодически с ароматами происходит абсолютно с любыми на мне. То есть, пользуешься, пользуешься, потом перестаешь ощущать. Переходишь на что-то другое, потом снова возвращаешься. То есть, схема абсолютно стандартная для меня. И чем же меня пленил аромат Рината? Я не знаю, чем. Во-первых, то, что я ощущала в пробнике, не то чтобы отличается. Но я обратила внимание, что когда ты наносишь из пробника, ну, куда мы наносим? На руку, на запястье, куда-то там чуть-чуть на одежду. Немножко более плоским, что ли, получается. Аромат звучит как-то не так. Когда ты наносишь на себя именно распылением, да, когда получается облако из частиц аромата. И ты его ощущаешь абсолютно по-другому. Он раскрывается по-другому. Мне даже, кстати, сказали тут в золотом яблоке, когда я наносила в очередной раз Шанель Габриэль. Я все раздумываю, надо мне, не надо. И сделала вот так. Мне сказали, вы что делаете? Так делать нельзя ни в коем случае. Ноты должны раскрываться как есть. А вы их вот типа вот так вот делаете, трете. Там все структуры рушатся. В общем, ну, как всегда у них есть какие-то легенды. Но я в них вижу какую-то долю логики, да, и все. И понятно, что когда мы намазываем палочкой из пробника, то чуть-чуть другое получается. Я это прям ощущаю на себе. А вот этот же самый эффект сработал в обратную сторону с ароматом Beaumont. Сейчас у нас в каталоге ароматы в мини-версиях, в упрощенном упаковке. Можно купить вам за 200 рублей. А 249 они для клиентов, для обычных покупателей, для тех, кто регистрируется. Скидка 20%. И они порядка 200 рублей стоят. Здесь 30 миллилитров. Ну и что-что. Такая простая упаковка. На самом деле она нормально абсолютно смотрится. Крышечка, кстати, очень-очень симпатичная. Ни на какой... Ничего тут абсолютно дешево не выглядит. Абсолютно нормальный лаконичный флакончик. И мне он даже абсолютно нормально понравился. Ну ладно. Я снимаю видео без монтажей, поэтому, ну извините, бывает, да, когда ты хочешь сказать одно, а потом вдруг слово забываешь и все предложение идет кувырком. Вот с этим ароматом произошла обратная история. Когда я его наносила в пробнике на запястье, на вещи, мне он понравился очень. Я заказала, и сейчас, нанося именно вот в состоянии распыления, я от него не в восторге. Не знаю, какие-то ноты мешают. Не сказать, что там голова болит или сразу отвращение какое-то. Возможно, не то время года. Я подожду, когда начнутся настоящие холода и попробую его наносить. То есть я ему, я его не выбрасываю, не отдаю никому. Я ему даю второй шанс. Аромат сложный. Аромат интересный. Аромат не дешевый. У него нет дешевых нот в остатке, что мне очень нравится. Я уже говорила в других видео, что ненавижу, когда в женских ароматах чувствуются дешевые нотки. Почему так вот в мужских, в мужских, кстати, да вообще в принципе не люблю. В этих нет. А в Ринате, кстати, есть, ну как они пишут в каталоге, есть какая-то нота, которая используется в нишевых ароматах. Я честно вам скажу, у меня подруга пользуется нишевыми ароматами. И она приходит набрызганная чем-то еще и там смешанная с чем-то. И очень похожа на нашу Ринату. То есть это из одной области ароматы. Немножко какой-то такой, знаете, он, я его не могу сказать, не назвать тяжелым. Но он густой, он именно вот такой бордовый, как выглядит сама упаковка. Он достаточно дорогой, он шлейфовый. И он остается на одежде очень долго. На завтра, если ты эти вещи берешь, ты знаешь, что ты вчера пользовалась Ринатой. То же самое верхняя одежда. То есть я брызгаюсь, например, пошла на работу, нанесла на рубашку, надела сверху пальтишко или кофту, снимаю, от пальтишки и от кофты пахнет. То есть вот настолько. А вот этот бомон, его вообще не вытравишь. Я постирала футболку в машине с кондиционером и с порошком, а отголоски слышу до сих пор. В общем, какая-то здесь вообще суперстойкость. Ну, как у Шанель бывает, что у Шанель шанс вот так невозможно выстирать, когда несколько раз наносишь. Очень много отвела времени парфюму. Но вот так. Ринату всем рекомендую. Она, кстати, тоже сейчас есть в этом списке. Водичек за 249 рублей. Поэтому, девчонки, если кто-то еще не зарегистрировался и хочет покупать подешевле, проходите по ссылке под этим видео, зарегистрируйте за 2 минутки и будете покупать все со скидкой, в том числе и ароматы. То есть вот этот аромат в каталоге сейчас стоит в таком оформлении 2000 рублей, а вот в таком оформлении 30 миллилитров. Здесь 60 получается в половину. Всего лишь за 200 можно купить и попользоваться. Даже если не понравится, будет не так обидно, как если вы купите по полной цене. Да, он бывает со скидкой, но за 200 рублей это вообще просто. Просто берите, не глядя, возьмите все ароматы, попробуйте, потратите тысячу. Это такой мизер для 5 ароматов, на который вы просто, ну не знаю, может на разлив что-то купите. Но я, кстати, на разлив ни разу не покупала духи, не знаю. Все, переходим к косметичке. Я решила не подразделять. Я просто буду брать косметички. У меня вот есть стаканчик с кисточками. У меня есть косметичка с баночками. И у меня есть еще одна страшная косметичка. Я не хочу вам ее показать. Я просто достану, вот такая страшная. Я просто оттуда достану, что у меня есть и вам покажу. Кисти. Докупила я, кстати, себе кистей. У меня теперь 3 кисти для теней. И одна, посмотрите, для белых теней. Вторая для розовых. И третья для темных теней. Растушевочная кисть. Это все Фаберлик. Кисть для корректора. Дальше. Понятно. Это для румян. Это для пудры. Это для хайлайтера. Уж извините, что показываю вам их немытыми. Но, по крайней мере, так видно, для чего я их использую. Сегодня воскресенье. Сегодня у них ванный день. Сегодня я их буду мыть. Ну и кисточка для подводки. Очень удобно подводить внизу под глазами. Так, ну и наверху подводку тоже делаю этой кисточкой. Для бровей не использую. Для бровей я купила карандашик. Купила Vivienne Sabo. Кто смотрел видео про макияж, видели, как я им пользуюсь. У меня оттенок 0,1. Хотя консультант говорила 101. Я не знаю, где еще тут единичку найти, но здесь явно написано 0,1. С одной стороны, здесь выкручивающийся карандаш. Он очень тоненький. Точить его не нужно. И прекрасно прокрашивает. Прям отсутствующие какие-то волосинки. Дорисовывает. И очень хорошая кисточка, которой я причесываю бровки и затем уже наношу гель. Также здесь и наш карандаш Фаберлик. Я его только-только начала и потом перекинулась на Vivienne Sabo. И честно говоря, к Vivienne Sabo рука тянется больше. Ну просто потому, что здесь шикарнейшее удобство. И кисточка, и точить не надо. Я пока голосую за него. Тушь у меня Drone Roll. Слышала тут слух, что вывели ее из каталога. Девчонки ждут. Говорят, что ее больше не будет. Сейчас она у меня на глазах. Я не знаю, стоит ее рекламировать еще или нет. А почему-то не информирует. Я считаю, что компания все-таки должна писать нам письма, что, допустим, вот тушь Drone Roll 53-41 через три каталога будет выведена. Ну, по крайней мере, нам для информации, чтобы мы знали, чтобы мы могли покупателям не обещать там, давай дождемся, когда там она будет. Для того, чтобы просто нам сказать, девчонки, уважаемые консультанты, нам же пишут вот из каталога в каталог, нам пишут, как надо заказывать товары. Сделайте это отдельным разделом. Вот просто раздел на сайте, как заказать продукцию по акции. Информации там новой нет никогда. Там всегда одно и то же. Либо два товара в корзину добавить, либо найти в промо-акциях, либо там еще что-то, либо там товар добавится за рубль сам. Зачем это из раза в раз писать? Вы пишите нужную информацию консультантам, например, о выводе вот каких-то товаров. Я считаю, это очень важно, потому что кто-то бы сделал запас на год вперед этой туши еще когда-то там, да? А сейчас хочет, но уже вот ее нет. Я считаю, что это было бы лучше, чем из каталога в каталог размещать информацию одну и ту же, да, о том, как что-то заказывать. Так, ну и что здесь у меня еще? Жидкий корректор. Очень редко им пользуюсь. Как-то дочь у меня им пользовалась периодически на эту область. Нужен спорш. Я уже поняла, что когда нужно что-то дополнительное делать, мне уже это не хочется делать. Поэтому я беру кисть, я беру хайлайтер. Сейчас я вам покажу как раз эту косметичку. Вот этот хайлайтер у меня сейчас самый любимый. Оттенок. Это Estrada. Estrada. Так. Компактный хайлайтер. 7 граммов здесь в упаковке. Номер 310. И выглядит он как пудра. Выглядит как пудра, дает очень деликатное освещение. Тоже вам в макияже показывала. Он и на палец носится как пудра. А сияние дает очень-очень такое культурное, без сильного перламутра. Также у меня здесь и предыдущий хайлайтер мой любимый. Catrice. Лежит в оттенке 010. Единственном оттенке. Он поярче. Он и на палец белым наносится. И видите, насколько ярче он переносится на руку. Хотя я одинаково все делала. Но он намного ярче. Возможно, для вечернего макияжа, конечно, надо будет подсветить побольше. Никуда его не убираю. Он у меня тоже любимчик. Дальше. Тени у меня уже в очень некрасивом виде. Это Bourjois. Ну, скорее всего, оттенок был 0.1. Я вам тоже уже в видео с макияжем последним показывала. Новый оттенок я купила такой же, потому что он был со скидкой. Светлый у меня расходуется больше, чем какие-либо другие. Поэтому всегда нужен запасик для того, чтобы они у меня не кончались. Я терпеть не могу, когда что-то кончилось. И надо бежать и что-то покупать, как обычно, без акции. Это когда акции есть, тебе не надо. Когда тебе надо, акции нет. Тени. На подводку я беру 56-20 палетку и использую вот этот темный оттенок кисточкой для подводки. Остальные пока не использую. Все-таки нужно на это настроение, на вот эту бронзовую палетку. Она называется у нас Бежевое очарование. На самом деле оттенки там ближе к бронзе. Даже не то, чтобы золото, а именно такая бронза. Ну, а основной макияж я делаю 56-24. Это тоже серия Секрет. И сейчас макияж выполнен полностью этой палеткой. Ну, за исключением подводки. Эти оттенки на подводку точно не идут. В них есть небольшая розовинка. Здесь, кстати, есть розовый пигмент и в белом оттенке. Ну, эти, понятно, вообще розовый оттенок. Очень пудровый. Совершенно никакого нет перламутра. Сатиновый оттенок. Он у меня нанесен на серединку. Вот сюда. Светлый оттеночек в уголке. И светлым оттенком я растушевываю границу. Вместо хайлайтера под бровь наношу буржуа. Ну, кто макияж видел, те знают, как я это делаю. Ну, и в уголок глаза наношу какие-либо из теней. Вот эти больше пылят. И в них есть какие-то блестки. То есть те, которые расположены, вот так покажу вам, над розовыми. Я их не очень люблю. Там и блестки, и прям пылят, очень сильно осыпаются под глаза. А вот этот оттенок, он меньше пылит, который над белым. Он меньше пылит и как-то более ровненько ложится в уголок глаза. В общем, я эту палетку, когда купила, нанесла, мне не понравилось. Даже сняла видео такое, что там, ну, что она глаза какие-то заплаканные делает. Но поменяв подводку, я сейчас ими пользуюсь. И безумно-безумно ими довольна. Дальше румяна буржуа, которые я доставала и говорила, все, их надо выкинуть. Начала ими пользоваться. Сейчас они у меня тоже на лице. И вот так ярко они выглядят на кисти. Просто ярко-розовыми. А на самом деле они запеченные. И вот в таком оттенке их не нанесешь. Только если на мокрое лицо, наверное. А так они ложатся очень нежно-деликатно. Оттенок, ну, наверняка такого уже нет. Rose Door, то есть розовый-золотой. 34-й когда-то был. Ну, может быть, что-то можно сейчас аналогичное подобрать. Ну и мой неизменный корректор-камуфляж. От Catrice 020 оттенок. Которым я успешно корректирую пигментацию. Да так, что практически ее на лице не видно. Вот сейчас в том числе. А пигментация у меня знатная. Посмотрите видео с макияжем. Я оставлю, наверное, ссылку на это видео под этим видео. Ну и теперь страшненькую косметичку беру в руки. Вам показывать не буду. Здесь у меня кисточка для тональной основы. И наношу я ей сейчас тональный крем Stay On. Погода стоит сухая. Можно не бояться, что ты выйдешь на улицу, попадешь под дождь. Или там какие-то кто-то тебя обрызгает чем-то. У тебя все это потечет. Действительно, вот я поражаюсь вообще этому тональному крему. Если погода сухая и не попадает влага, вот как ты его с утра нанес, он как вкопанный сидит на лице до вечера. Но если попали брызги, все, он течет, он может даже одежду испачкать. Он будет вместе с водой капать на одежду. Поэтому устойчивый он только в сухой погоде. А в сырой, то есть когда попадают туда капли жидкости или воды, вообще ни о какой устойчивости речи нет. Но мне нравится именно вот эта его особенность, что он в течение сухого дня лежит на лице как вкопанный. Никакие вот у меня были клорансы там, еще что-то такого нет. К середине дня ты хочешь уже взять пудру и припудриться. После этого тонального берешь пудру припудриться, а припудривать особо нечего. Нужно только жир этими салфетками снять, излишний блеск с лица убрать нашими матирующими салфетками невлажными. Все, я убираю, все, и сижу дальше. Оттенок у меня сейчас 62-12, он немножко желтоватый, но как раз то, что мне нужно. Кожа у меня загорелая до сих пор, но загорелая уже не так понятно, как я приехала из отпуска. Вот я нанесла его на руку. Но и не белая, то есть 62-11 у меня еще есть, он очень выбеливает лицо и на контрасте с шеей получается очень даже некрасиво. А 62-12 очень хорошо подходит и я им с удовольствием пользуюсь. Наносится он ощущение мокрого лица. Вот поначалу ощущение мокрого лица. Нужно подождать подсохнуть. Разносить его нужно до тех пор, пока он мокрый. Как только он начинает подсыхать, он может как пластилин вот так скатываться на лице, его уже нельзя тревожить. Все. То есть разносить его. Вот знаете этот способ, когда говорят, нужно там разогреть на руке, потом на кисть, потом на лицо. Вот если с этим тональным так проделывать, то после вашего разогрева вы здесь уже ничего не успеете нанести. Его нужно нанести на лицо вот сюда, только на лоб, допустим, сначала. Ни в коем случае не наставить нигде вот так вот сразу по всему лицу точек. А допустим, будете сейчас наносить на лоб, поставьте на лоб и бегом-бегом его разносите. Потом на щеки. Если вы сразу на все лицо его нанесете точечно, потом вот эти точечки на лице станут пластилиновыми, вы их уже не разнесете. Это такая особенность крема, но за счет этого он и устойчивый. Вот сейчас у меня подсыхает, я начинаю его трогать, а он все, с ним уже ничего не сделать. Он вот все как вкопанный здесь сидит. Поэтому будьте внимательны. Есть такая особенность. Возможно, вы его и отложили из-за того, что у вас что-то с ним не выходит к нему. Нужно просто немножко подстроиться. Дальше у меня два корректора в косметичке, из которых я иногда использую один, потемнее, который у меня троечка. И в каталоге у нас такой консилер будет вот в ближайшее время совсем задаром, что-то с минус 55. У меня такое ощущение, что выводят Марию Вей в коллекцию, может, с кем-то другим сделают, но какие-то такие небывалые скидки на все наводят на мысли. Получила я наконец-то. Наконец-то я дождалась, когда он будет, когда совпадет, что он есть на складе и на него есть специальная цена. Корректор Beauty Lab для век 0.2.19. Дождалась и сегодня он у меня. Вы знаете, кто-то пишет, не попадает он в морщинки. Наверное, у вас просто не такие глубокие морщинки, поэтому он вам туда не забивается. У меня такое происходит. Я его наношу, а потом минут через 20, когда он полностью подсохнет, я беру зеркальце и смотрю, не попал ли. Нет, попал. У меня еще не было из трех моих использований такого случая, чтобы морщинки не подчеркнулись. Я в этом случае беру просто подушечкой пальца, вот так вот немножко его из этих морщинок убираю, буквально такими легкими похлопывающими движениями. И весь остаток дня хожу нормально. Все, дальше он уже не забивается. Он забивается один раз, когда он, видимо, в момент подсыхания, когда он еще жиденький. А потом все нормально. Ну вот сегодня у меня была подруга с утра, я при ней красилась. И я говорю, слушай, Наташа, я что-то не очень вижу как бы разницу. Нанесла на одно веко. Она говорит, нет, ты что, разница есть. Она разницу увидела, а я вот, может быть, не очень, но я не спешу делать выводы, потому что, например, вот с этим корректором я сначала вообще не поняла, что он вообще может корректировать. Такой жидкий, он исползает и не сохнет, и полупрозрачный. А потом я же нашла ему применение, да, то есть я его наношу на пудру даже, то есть тональный, пудра. А потом, там, где ты случайно с какого-нибудь прыщика, например, стерла, да, они же бывают там выпуклые, там еще какие-то, всегда кончик у прыщика стирается. Вот тогда ты берешь этот корректор, и он замечательно просто подстраивается и под цвет, и под все, и шикарно просто маскирует. Вот, поэтому я пока не делаю поспешных выводов насчет этого корректора, я им пользуюсь. Он мне не подсушивает ничего, прекрасное ощущение. Мне кажется, есть небольшие светоотражающие частицы, это только в плюс. Ну, а маскировать мои вот эти мешки, ну, видимо, они ничем, они у меня с рождения, у меня на всех детских фотографиях именно такие вот здесь мешки под глазами. И ничего ты с ними не сделаешь, и обследовали меня еще и в детстве, и в молодости, в общем, ну, видимо, такое строение у меня просто вокруг глаз. Ну, и последнее, что я вам покажу из этой косметической осы, но я тут не использую, пусть валяется. Это гель для бровей Fix&Care, это Artvisage в золотом яблоке 87 рублей. Здесь, по-моему, 3 миллилитра, девчонки, я не буду обманывать. В общем, нормальная здесь дозировка, как у большинства гелей для бровей. Абсолютно ничем не пахнет, прозрачно, у меня он уже опять замутнился от карандаша. И прекрасно укладывает брови, и самое интересное, почему-то к этому гелю, в отличие от нашего, не прилипает пудра. Если ты пудришь лоб и случайно попадаешь, вот эти вот частички геля, которые на бровях, они не окрашиваются. Это большой плюс, потому что нашим гелем для бровей именно поэтому я не могла пользоваться, потому что он, ну, первых засыхает, как котятки. А потом еще, если пудра попадает, то все, они становятся просто у всех на виду. Поэтому могу вам тоже его порекомендовать. Ну, а на губах, что у меня сейчас на губах? Всем казалось бы, что это очень яркий такой блеск, это тоже Мария Вэй, это мои самые любимые блески 4722, по-моему, он какой-то черничный называется. Он достаточно яркий здесь, и можно ярко его нанести на губы. Давайте я сейчас немножко свяжу, но на полупрозрачный один слой именно вот такой цвет. А можно чуть-чуть поярче. Перекрывает пигмент губ, не липкий. Кстати, вот липкостью называют люди разные вещи, да? У кого-то волосы прилипают, и они говорят, что это липкий. А у кого-то губы склеиваются. Так вот, у блеска Фаберлик губы не склеиваются ни от одного блеска, а волосы прилипают даже к Диору. Поэтому, истинной липкости, как я ее называла, да? Когда бывает губы вот так вот соединяешь, раскрываешь рот, а они прям ниточками вот так этот блеск тянется. Вот это я считаю липкостью. У Марии Вэй такой проблемы нет. У меня таких блесков 4 оттенка. И сейчас, в сентябре, я пользуюсь всеми четырьмя. Показываю вам один, тот, который у меня на губах. Еще раз вам назову его 4722. Но уверена, кто-нибудь все равно в комментариях спросит, какой у вас оттенок блеска 4722. 4722. Все, девчонки, большое спасибо, что посмотрели мое видео. Проходите под него, там есть ссылка на скидку 20%. Пойдете ко мне в команду. И я буду вам помогать делать заказы, информировать об акциях, бонусах, начислениях денежных средств. Ну и любых там распродажах, еще чем. Будете узнавать обо всем первыми. Ну а с вами была Марина Соловьева. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну и все, на этом все. Всем пока.